Добрый день! Время региональных новостей на канале ПС. С вами Артемий Заварзин. Очередная взятка. Оперативники ФСБ задержали заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества Михаила Шмырева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Михаил Валерьевич, сейчас в отношении вас было проведено оперативное мероприятие, оперативный эксперимент. Вам какие-то денежные средства только что передавались в машине? Да, передали. Передавались, да? На оперативных кадрах задержание высокопоставленного чиновника Михаила Шмырева. Не менее солидной выглядит и сумма, которую он требовал от взятка дателей. По версии следствия, в текущем году сотрудник Росимущества при посредничестве своего знакомого потребовал взятку в сумме 3 миллиона 450 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за победу в аукционе по продаже нежилого помещения начальной стоимостью около 17 миллионов рублей. Шмырев был задержан при получении миллиона рублей. Это очередная часть взятки. Также возбуждено уголовное дело и в отношении знакомого Шмырева. Он выступил посредником. Действуя вопреки интересной службы, обладая полномочиями принятия решений по реализации имущества, получил при посредничестве головацкого взятку в сумму 1 миллион рублей, то есть в основном крупном размере. И сегодня Ломоносовский суд Архангельска заключил Михаила Шмырева под стражу на два месяца. Если вина высокопоставленного чиновника будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Во время диалога были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Архангельской области. Игорь Орлов особо остановился на особенностях нашего региона, одна из которых большая территория в арктической зоне. Валентина Матвиенко назвала формат проведения дней субъектов Российской Федерации в Верхней Палате Парламента полезным и продуктивным. Я знаю, что в комитетах прошла активная работа в эти дни. Надеюсь, что она будет полезна и для ваших коллег. Диалог такой с сенаторами и для нас, конечно. Но по итогам, как вы знаете, мы всегда принимаем постановления, согласуем с регионом, с правительством, с тем, чтобы оказать содействие и помощь по тем острым вопросам, которые есть в области. Сегодня в Совете Федерации весь день работает моя коллега Олеся Кокина. Сейчас она выходит на прямую связь с нашей студией. Олеся, добрый день. Как прошел день в Верхней Палате Российского Парламента? Здравствуйте, Артемий. Делегация Архангельской области завершила свою работу в Совете Федерации. Подготовку нашего региона к этому мероприятию высоко оценила председатель Верхней Палаты Парламента Малентина Матвиенко. Инициативы представителей Поморья в части развития социальной сферы и экономического потенциала северных регионов нашли отражение в итоговом постановлении Совета Федерации. Кроме того, стало известно, что в федеральную поддержку полничает проект строительства нового корпуса детской областной больницы. Спасибо, моя коллега Олеся Кукина, работая в Москве в Совете Федерации, где сегодня завершились Дни Архангельской области. А мы продолжаем. Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. Мы прославляем святых Мефодия и Кирилла. По традиции на празднике в сотнях больших и малых городов России звучит концерт хоровой музыки. Не стал исключением Архангельск. На площади перед драмтеатром собралось около двух сотен участников детских, студенческих и взрослых хоров. День славянской культуры и письменности – единственный в России церковно-государственный праздник. А потому и репертуар выступлений – самый разнообразный от церковных песнопений, народного фольклора до композиций и советских мультфильмов. Сейчас этот праздник уходит в светскую сферу, в сферу культуры светской. И поэтому стали исполнять преимущественно классическую светскую музыку и советских авторов песни. Оперативники задержали группу подозреваемых в сбыте наркотиков так называемым бесконтактным способом. Четверо жителей региона реализовывали запрещенные вещества через интернет. Двоих злоумышленников задержали в Северодвинске, а в город Корабелов они приехали, чтобы оборудовать тайники с закладками. В их карманах и сумках десятки свертков с наркотиками. Вероятно, подозреваемые фасовали запрещенный товар в квартире одного из подельников Новодвинске. Здесь полицейские обнаружили еще десятки доз. В общей сложности у подозреваемых изъято более 200 грамм наркотических средств, также автомобиль, предположительно добытый преступным путем, также мобильные телефоны и деньги. Еще одного подозреваемого в сбыте наркотиков полицейские задержали в Архангельске. В квартире, где он проживал, оперативники обнаружили сейф с упаковками, весами и запрещенными средствами. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы. К другим темам в Архангельской области сегодня начинаются последние звонки. День проведения линеек устанавливает администрация каждого учебного заведения самостоятельно. В этом году последний звонок прозвенит для более чем 5500 11-ти классников. Напомним, ЕГЭ для них стартуя 29 мая, в этот день предстоит сдавать географию и информатику. Что касается учеников 9-х классов, то их итоговая аттестация начинается 26 мая. Для 231 девятиклассника Архангельска первый экзамен иностранный язык. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова